Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами я, адвокат Алексей Цветков и телевизионный проект «Правовая среда». Оперативникам и следователям неудобно работать с адвокатом, который действительно помогает своему подзащитному, а не имитирует защиту и не подыгрывает сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому довольно часто они стараются убедить человека, попавшего к ним, что от адвоката в уголовном деле ничего не зависит. Отговаривают от заключения соглашения с адвокатом, предлагая воспользоваться услугами лишь защитника за счет государства, который ничем не хуже. К сожалению, многие подозреваемые и обвиняемые сначала верят всему этому, а потом жалеют. Чтобы решить, нужен вам адвокат по уголовному делу или нет, необходимо понимать, что он делает и когда его помощь может потребоваться. Итак, тема сегодня «Для чего нужен адвокат по уголовному делу до суда?». Работа защитника зависит от того, на какой стадии находится уголовное дело. Уголовное дело проходит несколько стадий. Первая – доследственная проверка, по результатам которой принимается решение о возбуждении уголовного дела или об отказе возбуждения уголовного дела. Во многом перспективы определяются именно на этом этапе. Именно здесь допускают большую ошибку те, кто идет к сотрудникам правоохранительных органов просто побеседовать, приносят им документы или даже пишут явки с повинной. Это ошибка – не воспользоваться помощью адвоката, которому доверяешь. В практике известно множество случаев, когда участие адвоката в доследственной проверке спасало человека от негативных последствий. И напротив, самонадеянность в ключе «мне нечего скрывать, расскажу все, что есть», а также желание сэкономить на юридической помощи приводили к серьезному ухудшению изначально благоприятной ситуации. Запомните, что хороший адвокат – это ваша юридическая безопасность. Довольно распространенный прием сотрудников правоохранительных органов – сначала получить объяснение от лица без адвоката, затем допросить его в качестве свидетеля снова без адвоката. И только потом, когда уже в протоколах все зафиксировано так, как необходимо правоохранителям, свидетель переводит в статус подозреваемого или обвиняемого, и после этого ему уже предоставляют защитника. Вы должны знать, что адвокат вправе участвовать на любой стадии процесса, вне зависимости от вашего правого статуса и вне зависимости от желания или нежелания правоохранителя. Поэтому, чем раньше у вас в деле появится адвокат, тем лучше. Еще раз обращаю ваше внимание, что правоохранитель предоставит вам адвоката лишь в том случае, если у вас будет статус подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу. Но, если вас допрашивают в качестве свидетеля или берут с вас объяснение, вы также вправе воспользоваться услугами защитника и давать показания с его участием. Важно понимать, что позицию, которую вы займете в самом начале расследования уголовного дела, впоследствии будет очень сложно изменить. Если уголовное дело было возбуждено, следующая стадия – предварительное расследование. На этом этапе следователь допрашивает свидетелей, проводит экспертизы, выемки, обыски, опознания, осмотры. По результатам предварительного расследования следователь принимает решение – направлять дело прокурору для дальнейшего направления в суд или нет. На стадии предварительного расследования адвокат оказывает помощь подзащитному на следственных действиях, которые проводятся по инициативе самого следователя. Также адвокат вправе заявлять ходатайство о проведении следственных действий по инициативе защиты, о приобщении к материалам дела документов, пользу подзащитного, полученных самим адвокатом. Все это делается для того, чтобы дело формировалось с учетом позиции подзащитного, а не только с позиции обвинения. Кроме того, адвокат фиксирует нарушения, которые допускаются следователям, и если подзащитный находится в СИЗО, необходимо контролировать, не применяются ли к нему пытки, не склоняют ли его оперативные сотрудники взять на себя лишние эпизоды, не ухудшают ли ему специальные условия содержания. Кроме того, важно просто поддерживать связь с человеком, находящимся под стражей, в состоянии стресса, чтобы он получал не только юридическую, но и моральную поддержку. Важно знать, следователь вправе не давать родственникам свидания с человеком, находящимся под стражей. Часто это используется для того, чтобы обвиняемый дал признательные показания в обмен на свидание. При этом следователь не может ограничить адвоката во встречах с подзащитным. Когда обвиняемый не признает вину и готов активно защищаться от обвинения, а следователь шантажирует его свиданием, адвокат становится фактически единственным, кто может посещать человека в следственном изоляторе, помогать и поддерживать его. Действие адвоката по конкретному делу зависит от многих обстоятельств. Во-первых, от того, насколько сам подзащитный готов бороться за свою судьбу. Во-вторых, от профессионализма защитника. В-третьих, от того, что это за уголовное дело. Взятка, убийство, наркотики, грабеж и тому подобное. В-четвертых, от того, какая ситуация складывается по делу. Что и как делает следователь. Процессальные ошибки, которые может допустить следователь, могут быть эффективно использованы при дальнейшем рассмотрении уголовного дела судом. Результатами работы адвоката на предварительном расследовании могут быть переквалификация обвинения на более мягкое, исключение доказательств, прекращение уголовного дела следователем или создание основы для дальнейшего прекращения дела в суде. В нашей сегодняшней передаче мы разобрали основные моменты, указывающие на необходимость привлечения адвоката для обеспечения своей правовой безопасности. А закончить нашу программу хотелось бы словами Нобелевского лауреата Эли Рута. Дело адвоката не доводить дело до суда. С вами был адвокат Алексей Цветков. Берегите себя и до новых встреч.